Как я засаливаю икру. Обалденнейшая, супер-супер икра. Это намного лучше, намного вкуснее. Мягкий бархатный вкус, миска икры, хороший вискарик, бутербродик с оранжевой икрой. Вот это и есть новогодний стол. Привет, друзья. Привет, мои дорогие подписчики. Сейчас идут новогодние праздники. И мы все привыкли, что какой же Новый год и без бутерброда с красной икровой. Конечно, это самая лучшая красная икра, тоненький кузочек хлебушка, ароматное сливочное масло. И много красной икры, да под хорошую чарочку беленькой. Но где же эту икру взять? Конечно же, сделать самому. И сегодня я покажу, как я засаливаю икру. Я засаливаю так икру абсолютно любую. И морских рыб, и, конечно же, тех, которые водятся у нас в речках и озерах. Сегодня я буду засаливать икру трески. Мне попалась икра трески. Она была замороженная, но очень интересная и очень дешевая. Стоит она всего 250 рублей. Это очень дешево. А вкус у нее потрясающий. Вкус у нее изысканный и великолепный. Это очень вкусно. Итак, как же засаливаю икру? Рецепт и способ очень простой. Сначала нужно икру очистить от оболочки. Именно у трески оболочка снимается очень легко. Это похоже на то, как мы филируем мяско. Я вот так беру нож и аккуратно продеваю его по пленочке. Пленка прекрасно снимается. Можно вот так ее просто почистить. Икра очень хорошая, зрелая. Икра очень вкусно пахнет. Так и хочется ее намазать на хлеб. С маслом, конечно же. Целая тарелка икры. Вот так буквально за полминутки за минутку получилась целая тарелка икры. Прекрасная оранжевая икра. И теперь ее нужно засолить. Для того, чтобы икра вкусно просолилась, я использую такую пропорцию соли. Нужно взять от веса икры 4% соли. Я отмерил необходимое количество соли. И, конечно же, случайно мне на пальчик попала икра, и я ее попробовал. Вкус обалденный, но, конечно, икра не соленая и совершенно не того вкуса, какой бы мне хотелось. Теперь я использую соль крупного помола, но я ее разотру в ступке. Посыпаю солью всю икру. Здесь именно 4% соли к весу икры. Это самая лучшая и самая правильная пропорция. Такой концентрации соли будет вполне достаточно, чтобы икра была вкусная и здоровая. Чтобы перемешать соль, я использую вилку. Таким образом, я буду и размешивать хорошо икру, чтобы она была однородная. И вкусная. И вкусная. И самая вкусная. И самая, 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 самая лучшая. Такая маленькая тарелочка, а здесь 350 грамм икры. Таким способом я солю икру из карпа, леща, окуня, щуки. Самая вкусная икра, на мой взгляд, конечно же, из щуки. Потом идет лещ, у леща вообще обалденнейшая, супер-супер икра. После леща идет карп. Из окуня икра очень красивая, но вкус у нее своеобразный. И она мне меньше всего нравится из всех тех рыбок, какие я засаливал. Теперь я накрываю икру пленочкой, так, чтобы она не сохла. Полностью прижимаю пленку. Я сейчас покажу. Прижимаю пищевую пленку к икре, чтобы она не обветрилась. Убираю тарелочку с икрой в холодильник. Икра будет готова через 4 дня. Каждый день ее можно слегка перемешивать, чтобы соль лучше проникала в поверхность икры. Прошло уже 4 дня. Икорочка уже готова. Аромат. Икра пахнет именно таким густым, хорошим, таким насыщенным ароматом. Именно это не рыба, это рыбная икра. Классная. Это абсолютно не похоже на икру мойлык. Это абсолютно не похоже на ту икру трески, какая продается в банках в перемешку с печенкой трески. Это абсолютно другое. Это намного лучше, намного вкуснее. Класс. А вот здесь, это мои бутербродики с икрой. Я покажу, как делаю именно я. Потому что мне нравится вот так, здесь настоящий вкус бутерброда с красной икрой или с оранжевой икрой. Вот такой толщинный бутербродик, сливочное масло и икра. Как же текут слюнки. А вот здесь, в этой красивой квадратной бутылке, здесь мой домашний вискарик, настойный на дубовой щепе. Здесь смесь из зерновых дистиллятов кукуруза, ячмень и рожь. Это один из самых лучших блендов, какой делают во всем мире, и я тоже его сделал. Вкус и аромат изумительные. Крепость Свард 5 оборотов. Цвет, но аромат. Аромат именно бурбона, аромат кукурузного дистиллята. Очень мощный аромат кукурузы. А вот здесь, именно вступает скрипка ржи, настолько мягкий бархатный вкус. Классно. А вот теперь бутербродик с оранжевой икрой. Вот так хорошо много икры намазано. Ммм. Настоящий новогодний бутерброд. Это праздник. Вот это и есть новогодний стол. Что еще нужно? Хороший вискарик. Вот такая большая миска. Оранжевой икры. Чарочка и бутерброды. Друзья, я таким способом солю абсолютно любую икру рыбы. И получается всегда великолепно, идеально. Икра просоленная. Икра очень вкусная. И бутербродики с ней обалденные. А когда у вас еще есть вот такой классный домашний вискарик на дубовой щепе из зерновых, жизнь удалась. Сейчас праздники, поэтому поздравляю всех с новогодними праздниками. Какой аромат. Вот это блюдо, оно самодостаточное. Здесь больше ничего и не нужно. Ну, а еще есть вот такой бутербродик с икрой. Класс! Зажигай! Друзья, если вам понравилось мое видео, ставьте вот такие огромные лайки. Пишите комментарии, что вы думаете по моему способу засолки икры. Ставьте еще раз вот такие большие лайки. Подписывайтесь на мой канал. Ссылочка для подписки вот здесь внизу. Вот здесь рядышком есть колокольчик. Нажимайте на колокольчик, и вы будете всегда в курсе всех новых видео на моем канале. Я желаю вам благополучия, любви, мира, достатка, добра, вкусных бутербродов с красной икрой на ваших столах всегда. Со всеми новогодними праздниками. И помните, друзья, кухня это самое спокойное место.